В этих вопросах мне тут пол не обозначили, что, конечно, в данном случае недоработка. Но я думаю, что эта женщина спрашивает, что нужен хороший человек, а влюбляемся в плохих. Значит, ну, действительно, и такие исследования проводились. На ютубе есть моя лекция, что-то там про секс, и я это подробно рассказываю. В чем идет речь? Речь идет о том, что у женщины в зависимости от ее гормонального цикла, у нее изменяются состояния отношения к мужчинам в разные фазы. И есть фаза овуляции, которая максимально предполагает возможность успешного зачатия. В этот момент действительно женщины с большим эмоциональным таким вовлечением думают о мужчинах, более таких крутальных, плохих парнях, в общем, таких вот как бы самцах. И это высокий уровень страсти, много, что называется, гормонов, много вот этого такого внутреннего драматизма. Дальше, когда фаза овуляции проходит, такие мужчины, наоборот, воспринимаются женщинами не особенно счастливо. Вот, наоборот, они могут даже как бы раздражать, казаться вот прям подлецами и каким-то, в общем, мужчинами и так себе. Вот, и в этот момент мужчина таким средним темпераментом кажется хорошим другом, надежной защитой и так далее, и так далее, и более выгодным партнером. Но уровень эмоциональных переживаний ниже. То есть высокие эмоциональные переживания, всплеск эмоций связан с соответствующими гормональными состояниями и с появлением вот этих плохих парней, вот, таких вот, с обложки каких-то, значит, таких журналов, так сказать. Вот, и к ним можно, так сказать, загореться страстью. Вот, если мужчина не демонстрирует такой своей, такой, я не знаю, называть это, брутальностью не называть. Так, конечно, это не брутальность, это дурость, как правило, потому что, конечно, вот эти плохие парни, они просто часто, они просто, поскольку на них женщины реагируют, когда они ведут себя, как бог знает кто, у них это подкрепляется, это поведение, и в целом там, в общем, возможно, никакой брутальности нету, вот, но возможность так вот ходить и всех, значит, эпатировать своей брутальностью, вот, она, на самом деле, брутальность, это, конечно, есть сексуальная брутальность, она в моменте происходит, да, а есть брутальность, которая по жизни, да, когда, там, человек последовательно, так сказать, всех сгибает в бараний рог, и, ну, как бы, это такая брутальность, которая не выглядит, возможно, как какая-то такая невероятная мужественность, вот, но при этом является подлинной мужественностью, потому что попробуй такого потом и разогни, вот. А, как бы, вот эти вот такие плохие парни, такого показушного типа, вот, они быстро, так сказать, хвост могут поджать и, так сказать, куда-нибудь отвалиться, вот. Поэтому, в общем, короче говоря, нужно понимать, что наши эмоциональные реакции, которые возникают на партнёров и у мужчин, на женщин, у женщин и мужчин, они часто продиктованы просто там гормональным фоном, вот, и если вы собираетесь, нет ничего зазорного, как бы, сказать, в прекрасном эмоциональном фоне и каких-то, так сказать, счастливых, таких романтических приключениях, но если вы думаете про какие-то более серьёзные вещи, то, конечно, нужно уметь видеть в глубину и уметь видеть, что это за человек. Продолжение следует...